Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Медведева Анна Валентиновна, я доцентка кафедры патологической анатомии Саратовского государственного медицинского университета. И сегодня я вам прочитаю лекцию, посвященную болезням беременности, патологии последа и плюс еще и детские инфекции. То есть объем лекции будет достаточно обширный. Итак, первый блок информации по болезням беременности и родов. Что такое болезни беременности? Это те заболевания, которые патогенестически непосредственно связаны с беременностью, которые, естественно, осложняют ее течение и, как правило, купируются после ее окончания, после окончания беременности. К основным заболеваниям беременности и родов относят следующие процессы. Это гистоза или токсикоза беременности, это невынашивание или прерывание беременности, эктопическая внематочная беременность и трофобластические болезни. Плюс отдельно мы с вами рассмотрим патологию последа. Первый блок информации будет посвящен классификации гистозов. Гистозы делят на ранние и поздние. Ранние чаще всего возникают в первом триместре беременности, поздние – во втором и третьем триместре. К ранним гистозам относят рвоту беременных. Это 2-3 раза в день, чрезмерная рвота до 10 раз в день. И птиолизм, так как рядом находятся центры рвоты и слюнотечения, поэтому к ранним гистозам это как раз идут раздражения иммунными комплексами этих вот центров рвоты и слюнотечения, поэтому они взаимосвязаны. При этой ситуации, при ранних гистозах, беременная женщина может терять большое количество жидкости и солей, натрия, калия, что может приводить не только к потере беременности, не только к прерыванию беременности, но и к гибели самой женщины из-за дисбаланса, водно-солевого дисбаланса. Поэтому в тяжелых случаях, тяжелый птиолизм, в норме выделяется около 1-2 литров слюны, здесь до 10 литров. Чрезмерная рвота также может ввести к потере электролитов и жидкости, и некоторые ситуации могут быть причиной медикаментозного прерывания беременности. К поздним гистозам, или их еще называют EPH по-английски или ОПГ по-русски. ИPH – это эдемоотек, протеинурия, протеинурия и хипертеншин, гипертензия, ОПГ или EPH. Что сюда входит? По нарастающей водянка, то есть отеки беременной, нефропатия присоединяется к поражению почек, проэклампсия – более тяжелое состояние, и самое тяжелое в ситуации – это эклампсия. Еще раз, они нарастают, то есть нарастает отек, присоединяется к протеинурии при нефропатии, при проэклампсии добавляется интенсивная головная боль из-за того, что очень высокое давление, до 200, даже выше миллиметров ртутного столба, и при эклампсии идет тяжелейший отек головного мозга, потери сознания и тяжелейшие осложнения возможны. То, что я вам уже сказала, EPH – это E-едима, протеинурия P, и гипертензия, ОПГ по-русски переводится. К теориям патогенеза гистозов относятся. Несколько теорий выделяют. Это поражение почек, это нейрогенные, поражение нервной, гормональной системы, когуляционная теория и иммунологическая. Иммунологическая в последнее время считается наиболее распространенной, наиболее оправданной. То есть, что происходит? Наиболее часто тяжелые гистозы могут наблюдаться у достаточно юных молодых матерей, тех, у которых матка еще не выросла до определенного размера. То есть, инфантильная матка в такой матке, такая матка неадекватно увеличивается во время беременности, и как результат идут нарушения кровообращения. Из-за нарушения кровообращения в маточном плацентарном ложе часть элитроцитов плода попадает в кровоток матери. И, соответственно, вырабатывается антитила иммунный комплекс, которые оседают на базальной мембране почечных клубочков, повреждая их, нарушая фильтрацию, и также оседая на базальной мембране сосудов плаценте, также усугубляя нарушение кровообращения в плаценте. Отсюда идет повреждение почек и поражение плаценты, которые друг друга, как замкнутый круг, положение только ухудшают. Поражение плаценты ведет к нарушению кровообращения. Это, в свою очередь, ведет к большему вступлению эритроцитарных элементов плода в кровоток матери, увеличивается количество антител и иммунных комплексов, и нарастает поражение почек. Поражение почек ведет к, во-первых, задержке мочи, протеинурии массивной, задержке выделения жидкости и, как результат, гипертензии. Что мы с вами назвали? Протеинурия, отеки и гипертензия. По времени возникновения водянка, нефропатии и преэклампсии нарастают, и, соответственно, рано или поздно, если не принимать никаких, скажем так, терапевтических воздействий, то может привести к эклампсии. Это самая тяжелейшая ситуация, когда она может наблюдаться во второй половине беременности перед родами, нарастает ситуация, нарастают отеки, нарастают протеинурии, более массивные протеинурии становятся. И, в конце концов, интенсивная гипертензия, очень высокое давление, отеки уже внутренние идут, что ведет к отеку головного мозга и потере сознания, и судорогам. Так вот, вот эта эклампсия может проявляться во второй половине беременности перед родами, что является причиной скорейшего разрешения беременности любыми способами. Чаще всего это экстренное кислоросечение. Во время родов оно также может случиться. И самая неприятная ситуация – это после родов, когда иммунные комплексы уже накопились, отек уже нарос, поражения уже идут, а беременность уже, соответственно, разрешилась. Поэтому здесь избавляться уже от беременности и вызывать роды уже невозможно, поэтому они наиболее тяжелые, и их тяжелее всего такие эклампсии послеродовые купировать. Какие осложнения эклампсии можем наблюдать? Это и со стороны плода, и со стороны матери, и со стороны плаценты. Что со стороны матери мы наблюдаем? Нарушение работы сердца, из-за выраженных отеков идет аритмия, поражение сердечно-сосудистой системы, из-за внутренних отеков, отек легких, отеки кровоизлияния массивных в головном мозге, токсической дистрофии печени, тактический некроз печени, некротический нефроз, острая почечная недостаточность и дистрофические некрабиотические изменения во внутренних органах. Также нарастает ДВС-синдром. То есть все это мы можем увидеть со стороны матери, если наступила эклампсия. На этом слайде вы видите токсическую дистрофию печени, которая в том числе может наблюдаться при тяжелой эклампсии. Мистологически мы видим жировое поражение печени, перерождение гепатоцитов в липоциты очень быстро. На этом слайде вы видите некротический некроз, который клинически проявляется острой почечной недостаточностью, Ольга и Анурия. Из-за некроза эпителия извитых канальцев в почках, их выраженного отека и, соответственно, блокировки в делении мочи. Отсюда Ольга и Анурия. Тоже одно из осложнений эклампсии – это кровоизлияние, в том числе и массивное кровоизлияние в головной мозг. Отек и кровоизлияние в головном мозге наблюдается при эклампсии и может быть причиной смерти женщины. Со стороны плода, что мы наблюдаем, острая внутриутробная гипоксия из-за нарушения кровообращения в плаценте, это может привести к внутриутробной гибели плода. И если постепенно развивается, то есть гистос нарастал во второй половине беременности, то можем наблюдать задержку внутриутробного развития плода, что не исключает также острой гипоксии и внутриутробной гибели плода перед родами. И со стороны плаценты. Здесь чаще всего могут наблюдаться массивные геморрагические инфаркты и как нарушение кровообращения преждевременная отсвойка плаценты. Следующая группа заболеваний во время беременности – это невыношение или прерывание беременности. Если прерывание наступает до 14 недель, то такой результат мы называем ранний выкидыш. От 14 до 22 недель – это поздний выкидыш. От 22 до 37 недель мы наблюдаем преждевременные роды и, соответственно, недоношенного ребенка, живя или мертвого рожденного. От 38 до 41 недели – это срочные роды. Это, по крайней мере, по срокам – это нормальная ситуация. И после 41 недели – это уже переношенная беременность. Имеются определенные критические сроки угрозы прерывания, когда, например, на 2-3 недели идет имплантация. Это напряженные процессы, соответственно, какие-то факторы могут повлиять на процесс имплантации и, соответственно, может произойти прерывание. Также с 4 по 12 неделю идет интенсивный рост плаценты. То есть плацентация формируется в арсины плаценты, они начинают расти, созревать. То есть тоже это критический срок беременности. И с 18 по 22 недели здесь идет интенсивное увеличение объема, гипертрофия матки, тоже при воздействии каких-то патологических факторов возможно наступление прерывания беременности. На этом слайде вы видите результат прерывания беременности 5 недель. То есть произошел ранний выкидыш в плодных оболочках. При вскрытии мы видим зародыш длиной около 3 сантиметров с пуповиной, оболочками плаценты. Гистологически мы обнаруживаем элементы зародыша. Здесь, например, позвоночный столб, какие-то фрагменты тканей зародыша, ворсины хориона. Здесь более крупный уже плод приблизительно по размерам внутриматки, по размерам соответствующих 5 месяцев внутриутробной жизни. Это уже приблизительно около 18-20 недель. Это уже поздний выкидыш. Какие морфологические критерии для позднего выкидыша? Масса плода менее 500 грамм, длина менее 25 сантиметров, и срок беременности менее 22 недель. После 22 недель это уже будет ребенок. Это уже будут преждевременные роды, и статус уже с позднего выкидыша меняется на недоношенного ребенка. Какие же возможны причины спонтанных абортов ранних или поздних и преждевременных родов? Но здесь в причинах мы можем назвать вообще, в принципе, все, что угодно. Это какие-то дефекты, это хромосомные генные мутации. Чаще всего такие зародыши и плоды, они нежизнеспособны, и происходит спонтанное прерывание беременности. Любые эндокринные нарушения, тиреотоксикоз, например, недостаточность гормонов беременности, прогестерон тоже. Другие гормональные нарушения также могут быть причиной прерывания беременности. Любые воспалительные, невоспалительные, врожденные, приобретенные генитальные и экстрагенитальные заболевания матери могут спровоцировать прерывание. Психоэмоциональное перенапряжение, психологические факторы. В матке это генеологические какие-то пороки развития. И любые воздействия извне, это физические, химические факторы отравления или физические воздействия, например, облучение материи во время беременности. Следующая патология во время беременности – это внематочная или эктопическая беременность. Из всех внематочных беременностей трубная является наиболее распространенной. До 99% всех внематочных – это именно трубная беременность. Кроме того, редко встречается яичниковая беременность. То есть беременность начинает развиваться непосредственно в яичнике. Плодотворение происходит в брюшной полости. Бывают беременности, которые доношутся до достаточно таких приличных сроков. И очень-очень редко бывает шеечная беременность. Именно в эндоцервиксе идет прикрепление, идет имплантация. Но еще раз, наиболее часто все-таки это трубная беременность. На этой схеме, на этом слайде вы видите нормальную протекающую беременность. В ней нормально формирующаяся беременность. Идет соединение яйцеклетки и сперматозоидов в трубе. И если нет никаких факторов, препятствующих продвижению уже оплодотворенной яйцеклетки, растущей властовой матку, то происходит имплантация в полости матки. То есть внутриутробно именно в полости матки. Если же имеются какие-то нарушения продвижения, транспортировки оплодотворенного яйца, который, естественно, более крупный, чем сперматозоид, то беременность начинает развиваться в трубе. Чаще всего в эмпулярной части, что рано или поздно, опять же, чаще всего ведет к разрыву трубы и массивному кровотечению, который может быть причиной гибели женщины даже. Здесь идет разговор о внашивании беременности. В лучшем случае это трубный аборт, или медикаментозный, или спонтанный трубный аборт. В худшем – это разрыв трубы и тяжелое кровотечение. Каковы причины эктопической беременности? Но чаще всего мы все-таки о трубной говорим. Это любые воспалительные, острые или хронические воспалительные заболевания придатков матки, то есть сальпингиты, сальпингаофориты. Половой недоразвитие, половой инфантилизм, то есть у юных матерей, да, может быть. Пороки развития матки, пороки развития придатков тоже. Спайки в брюшной полости, которые препятствуют нормальной транспортировке оплодотворенной яйцеклетки. Ну и в небольшом проценте случаев может быть применение гормональной инфриматочной контрацепции, спровоцировать эктопическую беременность. Ну здесь и в трубе, и в шейке матки тоже. Какие морфологические признаки эктопической беременности? Анатомические. Ну все-таки чаще происходит удаление трубы. Оперативным путем, экстренная операция, мы анатомически видим, что труба расширена, чаще всего с кровоизлияниями. В более, скажем, таких простых случаях мы можем увидеть плодное яйцо, и тогда диагноз поставить достаточно просто будет. Гистологически, конечно, мы можем видеть анатомически только сгустки, и это еще не значит, что это беременность. Это может быть гематосальпенс. В общем-то. Мы обязательно должны увидеть ворсинный хориума. Косвенно децидуальная реакция, но это не 100%. Может быть при гормональных нарушениях децидуальная реакция, только ворсинный хориум и обнаружение плодного яйца могут быть 100% признаком гистологическим трубной беременности. Ну вот на этом слайде вы видите утолщенную маточную трубу, и такое очертание зародыша, скорее всего, при вскрытии трубы. Вот нужно обнаружить зародыш. Это, конечно, помогает поставить диагноз. Гистологически мы обнаруживаем здесь и фибриноид, и кровоизлияние, сгустки крови, может быть, децидуальная ткань. Но самое главное – обнаружить вот такие вот мезонхимальные ворсины, которые в начале беременности. Это бессосудистые ворсины. Прерывание беременности при трубной беременности чаще всего происходит где-то на пятой шестой неделе. В этот момент идет интенсивный рост и внедрение ворсин хориума, прорастание ворсин хориума в стенку маточной трубы, так как она достаточно тонкая, быстро ее прорастает. И на пятой шестой неделе чаще всего происходит разрыв маточной трубы с кровоизлиянием. Здесь вот мы видим фибриноид, массивные сгустки крови и мезонхимальные, бессосудистые ворсины хориума, что нам говорит о беременности раннего срока. На этом слайде вы можете видеть внематочную беременность именно в брюшной полости. Вот матка отдельно. И здесь мы видим брюшную полость. Здесь формировалась вот пуповина, оболочки и плацента. То есть до какого-то значительного срока может даже формироваться. Если в трубе происходит прерывание на пятой шестой неделе, то в брюшной полости имеется сведение, что до более поздних сроков может формироваться плацента и, соответственно, расти зародыш и формироваться плод. Следующая группа заболеваний беременности и родов – это трофобластические болезни. По сути дела, это опухолевые заболевания, произрастающие из варсин хориона. К ним относятся это пузырный занос, который может быть простой, пролиферирующий, инвазивный. Это хорион карцинома. Если пузырный занос мы считаем аналогом доброкачественной опухоли, то хорион карцинома или хориона эпителиома – это агрессивная злокачественная опухоль, растущая из синцитива цитрофобласта. И, возможно, плацентарные полипы из остатков плацентарной ткани. Чаще всего плацентарная ткань, оставшаяся после родов, она воспаляется и некротизируется, вызывая эндометриты, вызывая кровотечение. Но иногда могут варсин и хориона, имея какое-то достаточное питание, расти и формировать что-то подобие полипа из варсинок. На этом слайде вы видите пузырный занос. Что это такое? Пузырный занос – это аналог доброкачественного заболевания, произрастающего из варсин хориона, из оставшихся варсин хориона. Чаще всего после абортов самопроизвольных или медикаментозных происходит это. И чаще всего патология хромосом. Именно в сперматозате эта патология наблюдается. И чаще находим какую-то хромосомную аномалию, если исследуем геном. В виде пузырьков происходит выраженный отек, дистрофия оставшихся варсинок. То есть варсины бессосудистые, они становятся очень крупные, отечные, и формируются такие баллоны жидкости внутри этих отечных оставшихся варсинок. Здесь схематично изображено, как эти пузырьки заполнили всю полость матки и начали прорастать, то есть инвазивно прорастать стенку матки за ее прителом. Простой, без пролиферации, то есть нет пролиферации синцитета трофобласта. Если идет пролиферация его, то это пролиферирующий пузырьный занос, инвазивный еще раз, это тот, который простаёт всю толщу стенки матки. Здесь вот такие пузыри баллоны формируются. Хориум-корцинома, еще раз повторю, это злокачественная опухоль из оставшихся элементов варсин хориума. Ее еще называют опухоль Никифорова. В 1886 году Никифоров дал ей свое имя. Макроскопически похоже на губку, заполненную кровью, а микроскопически мы видим два типа атипичных клеток – цитетерфобласта и синцитетерфобласта. Здесь, что характерно для этой опухоли, отсутствует строма, вместо строма – это кровь, поэтому очень быстро такая опухоль метастазирует по кровеносной системе. Вот здесь мы видим матку и вот участок хориум-корциномы в виде губки, пропитанный кровью. Гистологически атипичные такие, с выраженной атипией клетки, сами полиморфные, гиперхромные, многоядерные, ядра очень крупные, атипичные. Это гигантские клетки, цитетерфобласта. Все эти клетки плавают в крови. Здесь вы видите метастаз хориум-корциномы в головной мозг через полгода после рода. Хориум-корцином может быть следствием озлокочувствления пузырного заноса и может развиваться сама по себе без предчувствующего пузырного заноса. Еще одна группа патологий это патология последа. Необходимо сказать, что в большинстве городов России и в нашей области в том числе исследуются полностью все последы после всех родов. Это скрининговое исследование для выявления основных патологических процессов, которые в последующем помогут скорректировать лечение, скорректировать поведение в отношении матери или плода, зная, какие изменения или патологические процессы были в плаценте или в последе. Это поможет в дальнейшем адаптировать и маму, и плода в дальнейшей жизни после родов. Какие основные заболевания в последнем мы можем, патологические процессы в последнем мы можем наблюдать? Это нарушение кровопрощения, может быть острое в виде массивных кровоизлияния при отслойке, например, подострое, которое несколько дней может длиться, и хроническое, которое длится недели и даже месяц, то есть нарушение кровопрощения. Нарушение созревания последа также может привести, например, к преждевременному роду. Если было преждевременное созревание плацента, то чаще всего, скорее всего, за этим последуют преждевременные роды. Или неправильное созревание, то есть часть форсин созревает правильно, часть задерживает в своем развитии, что, естественно, приводит к нарушениям и кровообращений, и росту и развитию плода. Также аномалия развития могут быть, там, двудолевые, допустим, плаценты, аномалия прикрепления пуповины, что тоже может привести к нарушениям и даже внутриутробной гибели плода. И очень важный момент, очень важный процесс – это инфицирование последа, которое может привести к тяжелым заболеваниям, как у матери, в виде, допустим, эндометритов, если это было гематогенное инфицирование через кровь, или, допустим, если это было восходящее инфицирование, то это инфекционное заболевание в плавых путях. В свою очередь, восходящее инфицирование тоже может повредить и ребенка. Это интернатальное. Инфицирование может наступить во время родов. Плод может надышаться, наглотаться инфицированных вод из плавых путей, инфицированных, опять же, матери. При гематогенном инфицировании через пуповину инфекция проникает сначала в пупок, потом уже в печень и может распространяться по всему организму, вызывая сепсис. Вот здесь, на этом слайде, вы видите нормальную плаценту. Это такой вот несистый диск диаметром приблизительно 18-20 сантиметров. Это плодовая часть. Мы видим прикрепление пуповины. Здесь она не центральная, не в центре плаценты, что считается наиболее часто встречающимся и нормальным. А где-то эксцентрическая, ближе к периферии плацентарного диска. Мы видим плацентарные оболочки, то, что прилежит, скажем так, плодовую часть. Мы видим сосуды плодовой части и оболочки, которые изнутри выстилают матку и опять же контактируют с плодом через амниотическую жидкость. Это материнская часть плаценты. Она состоит из котеледонов, из отдельных островков, которые представляют собой что-то подобие дерева. Вот они котеледоны, схематически изображены. Идет стволовая ворсина и деление на более мелкие ворсины, за счет которых происходит питание. Этой частью присоединяется к матке и идет, соответственно, питание за счет маточных, за счет мамы, материнской части. И в сосудах это уже плодовое правообращение, идет к пуповине и, соответственно, к плоду. На этой фотографии вы видите нормальную плаценту срочной роды. Здесь есть и крупные ворсины стволовые и достаточное количество мелких ворсин или терминальных, за счет которых происходит питание. В межворсинчатых пространствах зачастую ничего не должно быть. Могут быть какие-то единичные элементы фибреноида и элитроцитов. В общем-то, чистые должны быть межворсинчатые пространства. Так же, как и сами строму ворсин должны быть чистыми. На этом слайде вы видите острое нарушение маточно-плацентарного кровообращения, то есть в межворсинчатом пространстве массивное распространение свежих элитроцитов. А здесь фетоплацентарная недостаточность острая, то есть с нарушением кровообращения внутри ворсина. Здесь вы видите материнскую часть и большое количество инфарктов вот этого белого цвета. Истологически мы видим фибреноид, то есть ворсинки замурованы в фибреноид и мы видим это так называемое хроническое процентарное недостаточно. На этом слайде вы видите инфицирование оболочек. Вот эти вот синие точки это лейкоцид. Лейкоцид вообще не должно быть ни в оболочках, ни в ворсинах, ни в межворсинчатых пространствах. Если мы обнаружим даже небольшое количество лейкоцидов, то это может служить подозрением на начало инфицирования. Здесь достаточно густая инфильтрация лейкоцидами. Здесь восходящее инфицирование. Здесь тоже мы видим ворсинки лейкоцидов. Вот эти вот синие точечки это лейкоциды нитрофильные. Что же нам будет огной на процессе? Этого не должно быть. Тоже, пожалуйста, вот ворсина и это так называемый вилузит гнойный. Следующий блок информации это инфекции детского возраста. Сегодня мы с вами должны несколько инфекций разобрать наиболее часто встречающихся. Если говорить об общей характеристике инфекции детского возраста, то путь передачи детских инфекций это воздушно-капельни. максимально выражены местные изменения, то есть место внедрения этих инфекционных агентов. Имеется склонность к эпидемиям, очень часто это бывают вирусы, поэтому склонность к эпидемиям у детских инфекций есть. И достаточно широкая распространенность. Однако дети достаточно легко переносят обычно детские инфекции. Чем старше ребенок, тем тяжелее переносимость у него детских инфекций. Что можно отнести к воздушно-капельным инфекциям детского возраста? Это все острореспираторные вирусные инфекции, это из бактериальных дифтерии скролатином мингококковой инфекции, тоже специфическим является корь, проснух, паротип и длинная оспа. Последние четыре это вирусные заболевания. Мы с вами разберем дифтерию скролатином, корь и мингококковую инфекцию, как наиболее часто встречающиеся и наиболее важные в эпидемическом плане. Дифтерус это кожистая грубая пленка, с греческого переводится. Это острые инфекционные заболевания, характеризующиеся преимущества фибринозным воспалением в месте внедрения инфекционного агента и выраженная интоксикация, то есть выделяется экзотоксин, который вызывает общую интоксикацию и общее изменение. Сологическим фактором дифтерии является бацилл Лефлера или дифтерийная палочка, которая выливает достаточно агрессивный экзотоксин. На этой схеме вы видите схематичное изображение бацилла Лефлера, как спички. Входные ворота подзаражение воздушно-капельное, входные ворота это слизистые верхних дыхательных путей. Инфекционный период продолжается от 2 до 10 дней и в морфологических изменениях мы видим местные и общие изменения. К местным изменениям относятся фибринозные воспаления в месте внедрения бацилла Лефлера. В 80% случаев это миндалины, там возникает дифтеретическое воспаление, то есть грубые пленки, плотно припаянные к миндалинам, глубокий некроз, при попытке отделить пленки возникают глубокие язвы из-за глубокого некроза. Из-за того, что некроз глубокий, токсины легко проникают и отсюда выражены интоксикации и общие проявления. Бацилла Лефлера долго локализуются в миндальных и вокруг пораженных тканей, в мягких тканях в месте внедрения возникает выраженный отек, так называемый бычий шея. В 20% случаев местные изменения при дифтерии локализуются в гортане, трахеи и бронхе. Там возникает из-за того, что там призматические эпители, там возникает крупозное воспаление. Но здесь не очень глубокие некрозы, легко отторгаются пленки, повреждения не очень выражены, интоксикация менее выражена, но при отделении вот этих пленок они могут закупорить трахеи и крупные бронхи и возможно возникновение асфиксии, так называемый истинный круп, крупозное воспаление. На этом фото вы видите пораженные мингалины, покрытые плотными серыми пленками, дифтеритическое воспаление. Гистологически мы видим глубокий некроз, отсутствуют многословные плоские эпители, выраженное воспаление, полнокровие, кровоизлияние, ликоцитарная инфильтрация и вот они вот эти плотные пленки, плотно припаянные к ткани миндалин. При попытке их отделить глубокий некроз и глубокое повреждение идет с кровоизлиянием миндалин. в трахеи, в гортани, в бронхах мы видим поверхностный некроз и крупозное воспаление, так как эпители призматические, достаточно рыхлые такие пленки, которые легко отторгаются. Вот они такие неплотные пленки, тоже выраженное достаточно воспаление. Это хрящ, вот они такие рыхлые, они легко отторгаются. В небольшом проценте случаев происходит заражение через кожу, то есть дифтерия кожи. Здесь вот такой налет, как будто пудрый, припудренный. Вот такой вот налет дифтерия кожи. Ну, то, что я говорила, при дифтерии миндалин возникает выраженный отек вокруг места внедрения мягких тканей, возникает так называемый бучий шея, отек выраженный. Иногда при тяжелой интоксикации отек может доходить до груди, даже до бубка кожи, груди и кожи пупка. Ну, вот здесь вы видите это 10-летний мальчик, страдающий дифтерией, серьезный такой тяжелый дифтерией. У него наблюдается конъюнктивит, пленки, вот это вот бычья шея, так называемый из-за отека, и также общее изменение в виде тяжелого миокардита. Из общих изменений, которые вызваны действием токсина, интоксикацией в сасовании крови, действием токсина, поражаются определенные системы. Сердечно-сосудистая система в виде токсического поражения миокарда, токсический миокардит, который может носить альтератинный или межуточный характер, с некрозой кардиомиоцитов. Также поражается периферическая нервная система, нервы, те, которые проходят рядом с местом внедрения бациллы Лефлера, это нервус-вагус, может поражаться корешки спинного нерва, диафрагмальный нерв изоковоточный, как результат демилинизации пораженных нервов и, соответственно, денервация соответствующих органов вот этими пораженными отсутствием иннервации в результате поражения вышеназванных нервов. Кроме того, действие токсины распространяется на надпочечнике, в которых возникают в корковом веществе некрозы в мозговом кровоизлиянии, что может привести к надпочечнику недостаточности. Если двустороннее поражение, то может возникнуть надпочечнику недостаточности в результате синдрома отерхауса Фредрихсена. Чуть позже фотография будет показана. И при выведении токсинов почками может наблюдаться такое осложнение, как некронефроз или острая почечная недостаточность. Также может быть причиной гибели больного. Вот здесь вы видите межуточные миокардии, токсические миокардии при дифтерии, воспалительные клетки и поражение идет кардиомиоцитов. Осложнениями дифтерии могут быть даже осложнениями лечения дифтерии. При крупозном воспалении встает необходимость проведения интубации трахеи, то есть вставится трубка, поэтому если она долго стоит, то возможно стихотовинный пролежь. При интубации возникает пневмония, то есть пускаются инфекционные агенты при интубации трахеи в легкие соответственно возникают осложнения в виде пневмонии. И инфекционно-элергический глобированный мифрит. Здесь играет роль именно аллергические компании, то есть вырабатываются антитела и против дифтерийной палочки, и против собственных клеток базальной мембраны в клубочках почки. Каковы возможные причины смерти при дифтерии? Если это крупозное поражение трахеи, допустим, то возможно разъединение асфиксии так называемого истинного крупа, о котором мы говорили. При токсическом воздействии экзотоксина дифтерийной палочки может возникнуть ранний паралич и поздний паралич из-за демилинизации нервосфагуса. То есть из-за поражения нервосфагуса и соответственно тогда может возникнуть поздний паралич сердца. И паралич дыхания из-за поражения диафрагмального мембрана. На этом фото вы видите трахеустома была поставлена и удаляются возникающие пленки крупозные при истинном крупе в избежании асфиксии. Патоморфоз дифтерии. Что такое патоморфоз? Это изменение клиники морфологии заболевания в связи с сменившимися условиями окружающей среды. Вообще-то это детская инфекция и чаще болеют дети. Но в связи с адекватной своевременной вакцинацией в последнее время страдают и взрослые и даже несколько больше, чем дети могут страдать в связи с несвоевременной вакцинацией. Взрослые тоже должны вакцинироваться против дифтерии раз в 10 лет. Вакцины АДС ассоциированы дифтерийно-столбнячные минимальные дозы. Ну и картина течения также изменилась. То есть не с местных изменений выраженных начинается заболевание, а может с общих начинаться, что может симулировать какое-то другое заболевание, соответственно ошибочно поставлен диагноз и неправильно начато лечение, что может приводить к каким-то осложнениям дифтерии. Следующее заболевание инфекции детского возраста это скарлатина. С итальянского переводится как багровый пурпурный из-за такой достаточно интенсивной сыпи на теле. Это острое инфекционное заболевание с местными выраженными изменениями в зеве и экзотемной сыпью на коже тела. Итеология это гемолитический стриптокок группы А. первого четвертого сиротипов. Патогенез скарлатины попадая на слизистую оболочку возбудитель продуцирует эндотоксин и дальнейшие изменения зависят от действия именно этого эндотоксина. В своем развитии скарлатина протекает два периода. Первый это сенсибилизация первые две недели и затем уже наблюдаются аутоиммунные процессы, которые не обязательно могут наступать. как осложнение на третьей пятой недели заболевания. В первом периоде что мы наблюдаем? В зеве местные изменения. Выражена гиперемия языка и глотки, так называемый пылающий зев, малиновый язык из-за десквамации эпителиоцитов, катаральная ангина, но при тяжелом течении ангина становится некротической, то есть более тяжелое течение. Общие изменения начинают наблюдаться на второй день, они проявляются сыпью. В ее основе, в основе этой сыпи отек, полнокровие, очаговая гиперемия, гиперемия, старная инфильтрация. Позже на месте сыпи происходит ухольная дистрофия и шелушение. В органах иммуногенеза соответственно гиперопластический процесс как ответ на инфекционный процесс. Выраженная гиперемия зева, здесь некротическая ангина, мы видим тяжелое течение. Малиновый язык, такой вот похожий на нягоду малины, потому что белого налета нет, потому что эпители языка дискламируются. Сыпь такая достаточно выраженная, интенсивная, темно-красного цвета, покрывает все тело, голову, лицо, все тело, за исключением носогубного треугольника, он остается достаточно таким бледным цветом, из-за особенности иннервации. И вот уже после перенесенного заболевания на месте сыпи и на ладонях наблюдается выраженное шелушение, что может помочь поставить диагноз, потому что скролатина в общем-то при местных изменениях очень похожа на банальную ангину, только общие изменения помогают поставить более правильный диагноз, потому что все-таки другие типы группы стрептокока вызывают скролатин. По степени тяжести скролатина, как мы уже говорили, бывает легкая, средняя и тяжелая степень тяжести. При легкой и средней степени наблюдается только первый период сенсибилизации, а аллергические и автоиммунные процессы мы наблюдаем только при тяжелой форме течения. Плюс могут присоединяться распространения инфекции, возможно, формироваться заглочные ацессы, распространяться инфекция, легмоны, шеи, допустим, гнойные медиастиниты, гнойные отиты и так далее. В зависимости от преобладания патологического процесса, формы скролатина могут быть токсической, которая проявляется в основном интоксикацией, дистрагическими изменениями во внутренних органах. Септическая форма здесь, соответственно, на первый план выходит распространение инфекции по крови, то есть образование гнойных очагов во внутренних органах. Ну и форма может быть такая смешанная токсико-септическая. Второй период еще раз развивается не у всех, а только при тяжелой форме. Это как аллергическая реакция на третьей, пятой неделе, то есть это время необходимое для выработки антител, формирования иммунных комплексов и, соответственно, оседания их в определенных органах. Что эти иммунные комплексы, по сути дела, антител обрабатываются против стрептокока и заодно против собственных тканей. Где они оседают? Инфекционно-аллергический гламиролунифрит на базальной меграни сосудов клубочка, в суставах, на эндокарде и сосудах. То есть развиваются эндокардиты, артриты, вискулиты инфекционно-аллергические. Следующее заболевание это менингококковая инфекция. Это заболевание, которое вызывается наисерия менингититис, выделяющая эндотоксин и гиолорнидазу. Страдают в основном, болеют в основном дети до 5 лет. Это именно менингококка, если уточнить. Источник заражения это больной человек или может быть носитель, который не проявляет никаких клинических характеристик заболевания, но тем не менее носит эту инфекцию в себе. Что характерно для этой инфекции, выраженная интоксикация и нарушение идет свертываемости крови, но это при тяжелых формах. Вот так схематично выглядит наисерия менингититис, как дольки мандарина. Выделяют три формы менингококковой инфекции по преобладанию патологического процесса в том или ином органе. Менингококковый назофарингит, менингококковый менингит и менингококцемири и менингококковый сепсис. Кроме того, реже бывают менингококковые пневмонии энцефалит, но это редкие формы. Если мы говорим о менингококковом назофарингите, то он в общем-то ничем особенным не отличается. Мы диагноз можем поставить только бактериоскопический и бактериологический. А так в принципе кторальные воспаления слизистой оболочки носа, носоглотки, которые потом нагнойные могут смениться. Воспаление не специфическое и клинические как банальный назофарингит протекает. Но такие люди могут быть источником заражения для более слабых в иммунном плане детишек, у которых еще не сформирован хорошо иммунитет и соответственно у них более тяжелые формы. могут наблюдаться. Менгококковый менингит он соответственно проникает заражением воздушно-капельным путем. То есть вначале возможен как раз назофарингит и потом проникает в кровь и через гемотоэнцефалический барьер, который у детей до 5 лет развит не очень хорошо и качественно, поэтому менингококи могут проникнуть через него и вызвать соответственно воспаление мягких мозговых оболочках. На первые и третьи сутки это будет серозное воспаление и на третьи сутки присоединяются уже нитрофильные лейкоциты, то есть он становится гнойным менингитом и по контакту может поразиться и вещество головного мозга, то есть возникнуть гнойный менинг менингенцефалит. Локализация идет как бы как шапочка гнойный чепчик поражаются лобные, тененые, височные доли, выраженное утолщение, отек мягкой мозговой оболочки и пропитывание гноем. Ну и в острый период естественно гнойный менингенцефалит может быть причиной смерти. Если ребенок выживает, то в последующем из-за развития спайк после гнойного менингита менингенцефалита может развиться гидроцефалит, когда еще не завращены швы и роднички. То есть голова может увеличиваться из-за нарушения оттока ликвора по ликворным путям. На этом фото вы видите вынужденную позу, характерную вынужденную позу при менингите, то есть голова запрокидывается и мышцы очень сильно напрягаются. Болевой синдром выраженный это как раз так называемый гнойный чепчик. Мы видим скопление гноя в мягких мозговых оболочках и гистологически мы подтверждаем диагноз скопление нейтрофидных лейкоцитов идет в расширенные хромокронные сосуды в мягких мозговых оболочках подтверждает гнойный характер процесса. И самая тяжелая форма менингококковой инфекции это менингококковый сепсис, то есть идет распространение менингококков по кровеносной системе с развитием гнойного воспаления во внутренних органах. Для менингококцемии характерна специфическая геморрагическая сыпь по всей поверхности тела, но больше все-таки в нижних отделах, на нижних конечностях, на ягодицах. Очень крупные элементы геморрагической сыпи с некрозами в центре этих элементов. Во внутренних органах из-за нарушения кровообращения и массивное кровоизлияние, кроме того, возникают менингиты, артриты, почках, некротическим нефроз, острая почечной недостаточности за выраженной интоксикацией. И специфическим осложнением является синдром Ватерхауса Фридрихсена, это двустороннее кровоизлияние в надпочечнике, которое вызывает острую надпочечную недоставчивость. Течение менингококкового сепсиса молниеносное, это как менингококцемия, именно как септицемия, то есть не успевают развиваться гнойные очаги, гнойные очажки, достаточно быстро наступает смерть от выраженной интоксикации в течение первых двух суток. Вот на этом фото вы видите как раз эти специфические элементы геморрагической сыпи на нижних конечностях, вот они такие достаточно крупные, в центре этих элементов некрозы. Мы вот тоже очень выраженные массивные были элементы, гангрена возникла, у него уже после перенесенного заболевания, если человек выжил, такие вот грубые рубцы потом формируются после этих некрозов. Синдром Уотерхауса Фредериксена это двустороннее кровоизвлияние возговорящего надпочника, вызывающего надпочника недостаточность. Тоже может быть причиной смерти применинга кокцемии. И последнее заболевание детской инфекции, которое мы с вами сегодня должны рассмотреть это кори. Это вирусные заболевания, высококонтагиозные острые инфекционные заболевания, которые характеризуются воспалением вероятных дыхательных путей и наличием пятнистопопулезной сыпи на коже и слизистых оболочках. Этиология это РНК миксовирус и после перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет. Так что это детская инфекция. Если ребенок переносит в детстве, то в последующем вырабатывается иммунитет. В патогенезе что мы можем наблюдать? Передается воздушно-капельным путем, как и другие детские инфекции. Вирус попадает на слизистые полочки верхних дыхательных путей, где возникает катаральное воспаление. Затем вирус проникает в кровь, возникает виромия первичная. Затем в лимфоузлы и через лимфоузлы вирус прорывается в кровь. Это уже длительное вторичное виромия наблюдается. Длительность всего заболевания около 2-3 недель. В морфологических при морфологическом исследовании кори что мы видим? Местные и общие изменения. К местным изменениям относятся катаральное воспаление слизистой зева, когда идет внедрение вируса в трахеи, в бронхах, клинически проявляется насморком, кашлем, слюнотечением, конъюнктивитом может быть. При тяжелом течении может возникнуть некроз и отек голосовых связок, так называемый ложный круг, который тоже может привести как истинный к асфиксии, но только не из-за пленок, а из-за отека голосовых связок. Диагностический признак гистологический, что мы при поре можем выявить, это метаплазия, железистая эпителия, трахея, бронхоплоский на 5-6-й день. В дальнейшем идет слущивание этого эпителия и опять железистый эпителий будет восстановлен. Из общих проявлений в морфологии кори вследствие виремии мы видим сыпь, возникновение экзантемы на коже и энантемы на слизистой оболочке полости рта. в проекции на щеках на слизистой оболочке щек в проекции больших коренных зубов это пятна бельшовского филатова коплика называются на коже. Результатом виремии является крупнопятнистая сыпь, в основе которой лежит гиперемия отек и очаговая инфильтрация лимфоцитами. И в последующем в эпидермисе идет буквальная дистрофия с последующим шелушением. Сыпь локализуется чаще всего на голове на разгибательных поверхностях рук и ног. То есть более такая локальная сыпь если сравнивать с сыпью при скролатине. Что в органах иммуногенеза и в легких мы можем обнаруживать гигантоклеточный метаморфоз клеток это реакция на вирус при вирусах обычно мы это наблюдаем. То есть гигантоклеточное пневмонии и гигантские клетки в органах иммуногенеза. Ну вот что я говорила сыпь на лице в основном локализуется на разгибательных локтях на коленях лицо в основном поражено за ушами вот щеки и вот это вот энантема пятна филатого Бельшовского коблика проекции коренных зубов на слизистый щек и вот то что я говорила специфика гигантоклеточный метаморфоз это действие вирусов идет такая гигантоклеточная трансформация эпителиальных клеток после перенесенной кори этих клеток мы не увидим то есть они резируются какие осложнения возможны при коре это некротический бронхит то есть такой агрессивный достаточно некротический бронхит коревой энцефалит при веремии причиной служит поражение сосудов то есть воскулиты еще одним тяжелым осложнением является влажная гангрена щек или промежность так называемый нома или водяной рак достаточно редко наблюдается но тем не менее возможно и такое осложнение и причиной смерти чаще всего является положенный круг или пневмония легочное осложнение вот то что я говорила это влажный рак или нома щек при тяжелом течении при осложнении кори вот как вы видите это таких детишек с Африки то есть при осложнении иммунитета при отсутствии адекватной помощи вот возможно такие тяжелые осложнения вот тоже такая выраженная гангрена нома это результат уже перенесенной перенесенной гангрены то есть отторглись негротические ткани вот такой выраженный дефект на лице после перенесенной кори у ребенка благодарю за внимание всего доброго